У нас есть такая акция, что если вы привозите к нам какую-то утварь деревенскую, которая у вас осталась, может быть, от дедушек, бабушек или еще что-то, то билет к нам стоит бесплатно. Это вот первые экспонаты, которые нам привезли. Вот это настоящее, абсолютно такое, выдолбленное из полена, даже не знаю, как это назвать правильно. Корыто, ну долбанка это называется. Вообще она долбанка, как это называется. Из которого, собственно, кормят животных обычно. Ну, мы используем, чтобы здесь хранить уголь. Уголь у нас сейчас участвует в том, чтобы разукрашивать чучело-маслениц. Дети в экскурсионной программе собирают компоненты, веревки, ленты, чтобы украсить это все. И потом делают здесь сами чучело, вот из этого сена скручивают и его разрисовывают. А как, собственно, разрисовать, если фломастеров не было? Это, конечно же, свекла, ну и уголь. Получаются абсолютно уникальные каждый раз экземпляры, потому что на каждой экскурсии это новое чучело. Да, а вот это? Да, а это, собственно, настоящая русская мельница, на которой вот мололи муку. Вы можете видеть, да, тут остатки того, что-нибудь происходило. Принцип здесь очень старый, проверенный реками, можно сказать. Это два жерного, которые трутся друг об друга. И таким образом, чем вы сильнее давите, тем меньше, собственно, получается то, что из нее выходит. Труд, на самом деле, очень сложный. Порядка часа нужно работать для создания пяти бухан. Вы можете сами попробовать. У детей получается? Я попробую, когда камеру поставлю. Как правило, нет. Поэтому у нас есть еще уменьшенные модели. Принцип абсолютно тот же самый. Здесь в основании, вот можно пальцами подрогать, находятся точно такие же два жерного, но просто меньшего размера. Поскольку дети к нам приезжают, как правило, маленькие, крутить большой камень тяжело. Там родители в основном это все делают. Собственно, дети могут попробовать помолоть муку вот на таком маленьком экземпляре. Это такая, получается, интересная соревновательность, потому что каждому хочется намолоть больше и больше. Так, что здесь еще у вас? Вот самовар. Это уже когда блины испекли? Да, да, часть самовара, собственно. И наша печь с настоящими блинами на чугунной сковородке, которую мы жарим. У нас есть необходимые для этого, так сказать, инструменты. А, вон там есть сгоревший один блин, да, где сгорел? Да, да, какие-то остатки. Собственно, идея тоже неплохая и довольно-таки сложная, потому что настоящая чугунная тяжелая сковорода, чапельник, которым эту сковороду прихватывали, да, и ставили туда в печку. Ну и, соответственно, мы ее расширили, и дети могут сами пожарить себе этот блинчик. А кто вообще изначально программу составлял? Экнологи или вы сами? Да, мы сами. Сами? Да. И мы сами, это кто? Это я, и еще у нас есть два сотрудника, с которыми мы вместе, собственно, в этом проекте и трудимся. Вместе, сообща, вот мы все это делаем, и сейчас будет новая, третья программа. Я уверен, она будет еще интереснее, потому что каждый раз мы их корректируем относительно того, что людям нравится больше, чем дети любят заниматься больше всего. Тогда еще про две программы вот эти вот расскажи, но так, чтобы было по порядку быстро. Первая программа была посвящена Новому году и тому, как крестьянин, собственно, это все дело отмечал. Мы делали игрушки с сена для того, чтобы украшать, может быть, ваш дом или класс к нам приезжал. Сейчас эта программа посвящена масленичным гуляниям, празднику, тому, как это делалось, собственно, в деревне. Вот этим простым способом накормить гостей, да, вроде блинов из русской печи, но и одновременно очень сложному труду, когда ты мелешь это зерно для того, чтобы получить эту муку, да, когда ты кормишь кур, чтобы собрать яйца, да, которые они тебе принесут. Когда ты доешь корову, вот таким вот интересным вещам. Ну и, конечно же, самому празднованию, когда вы сжигаете чучело, которое вы сами изготовили, когда вы катаетесь на лошадках, на разных, у нас вот есть и большая, и маленькие наши миниатюрные лошадки катают в таких интересных тележках. Собственно, вот такая вот у нас масленичная программа. А следующая это будет летняя или к чему приводить? Пасхальная или какая? Ну, скорее всего, да, она будет именно пасхальная, она будет длиться примерно полтора месяца, я думаю. Каждые выходные мы приглашаем к нам всех желающих. Что туда конкретно будет входить, пока не скажу, это такой небольшой секрет. Об этом можно будет прочитать на нашем сайте. А откуда приезжают люди, если не на машине, откуда отходит автобус? Или это заранее все должно быть организовано, зарегистрировано? Как это происходит? Автобус курсирует каждые выходные праздники от станции метро Домодедовская. Подробнее, место остановки автобуса есть на нашем сайте. Вот контактная деревня.рф, там есть карта и когда, и во сколько, и сколько стоит. Отлично, хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо.